Продолжение следует... Из страны страны далекой, с Волги матушке широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда. Так пели ярославские дети-путешественники 4 августа 1912 года на пароходе Ялта по пути из Севастополя в Одессу. Почему они там оказались? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к эпохе 1910-х годов. В начале XX века российские педагоги стремились приблизить школу к жизни, сделать процесс обучения наглядным и увлекательным. Новые возможности школьной работы они увидели в образовательных прогулках и экскурсиях. Тогда слово «туризм», термина «туризм» не существовало. И вот они устраивали эти образовательные прогулки для учащихся. И с 1910 года эти экскурсии широко охватили всю Россию. Летом на улицах Ярославля появлялись экскурсанты, школьники разных возрастов. Масса взрослого туризма тогда не существовала. Именно детский туризм начала XX века упрощил славу Ярославля как привлекательного туристского центра. Для организации экскурсий в Ярославле, Ростове и Рыбинске были созданы экскурсионные комиссии. Летом 1911 года 13 мальчиков и 15 девочек Борисоглебского городского училища во главе с инспектором Макшеевым совершили недельную экскурсию в Ярославль. Деньгами помогло Ростовское уездное земство и даже Борисоглебское общество помощи нуждающимся учащимся. Здесь были и частные пожертвования жителей, земский врач помог собрать аптечку, родители дали 7 лошадей с подводами, 30 фунтов сахара, полфунта чая, 12 фунтов конфет. В Ярославле гости побывали в торговой школе, в типографии газеты «Голос», в Спасском монастыре, естественно, историческом музее, кинематографе. На трамвае съездили на Ярославскую большую мануфактуру и сфотографировались в фотографическом ателье Иваницкого. Когда на обратном пути уставший руководитель заснул в поезде, дети, охраняя его покой, говорили проходившим по вагону «Раз Сергей Витальевич спит, хождение надо прекратить». За такие минуты, признавался Сергей Витальевич Макшеев, можно отдать и не две бессонные ночи. Лучше всего экскурсионная работа была организована в начальных школах ростовского земства. Так, в 1914 году 76 школ – это 900 учащихся – подали заявки на организацию экскурсий. Земство выделило 500 рублей, прежде всего в те школы, где сами родители внесли деньги на экскурсии. А 17 учащихся Кейкинской гимназии летом 2013 года в течение 20 дней путешествовали по Крыму. Не отставали и учащиеся Малокского высшего начального училища. После экскурсий в Москву и Троице Сергееву Лавру, Санкт-Петербург и Ладожское озеро, они в 1914 году отправились на Кавказ. Это путешествие, занявшее 30 дней, состоялось при поддержке Общества вспоможения бедным ученикам и пожертвований жителей города Малоги. Везде, и на железной дороге, и на военно-грузинском тракте, и в городах, и в приютах, где останавливались наши малакжане, они встречали большое внимание к себе, теплоту и любовь. Экскурсионное совещание преподавателей начальных училищ города Рыбинска разработало пять маршрутов по Рыбинску и его окрестностям. Собирая материал, учащие, так тогда называли учителей, встретили отзывчивость со стороны управляющих и владельцев фарфоровой фабрики Кузнецова, мельницы Голунова, лесопильного завода Полежаева, судостроительного завода Нобеля Слип, канатной фабрике Журавлёва, маслобойной фабрике Коровкиных. Экскурсии, как составная часть учебного процесса, проводились замечательным ярославским педагогом Софией Григорьевной Лепнёвой. Она преподавала естественную историю в частной женской гимназии Корсунской и одновременно была секретарём естественно-исторического общества. Зачастую это были довольно дальние и продолжительные путешествия, продолжавшиеся от нескольких часов до целого дня. Традиционным местом была четвёртая верста Костромской железной дороги, куда гимназистки ходили наблюдать сезонные изменения в природе. Гимназистки старших классов совершали пешую экскурсию на реку Великую в десяти верстах от города. Каждая экскурсантка была вооружена записной книжкой, в которой записано всё, что должны они увидеть, найти и сделать. А теперь слово самой Софии Григорьевне Лепнёвой. Цитата. Передовая группа яростных сборщиц переходит от дерева к дереву, устремляясь всё далее и далее вперёд. Остальные следуют за ними. Большая часть программы обыкновенно быстро выполняется и начинается преследование каких-нибудь особых целей. Кислых физиономий от того «я не знаю, что это такое у меня» обыкновенно значительно меньше, чем раскрасневшихся сияющих фигур, бегущих похвастаться какой-нибудь новой добычей. Директор Ярославского реального училища Николай Самсоныч Соколов был руководителем экскурсионной комиссии по приёму учащихся средних школ. В реальном училище ведущими были предметы естественной и математической направленности. В учебный план были включены экскурсии, которые воспитывали инженерное мышление учащихся на конфетную и спичечную фабрики, на свечной завод, на городской водопровод, на телеграфную станцию. Уникальный характер носили уроки экскурсии в храм Иоанна Предтечи. Их проводил прямо на галерее инспектор училища Нил Григорьевич Первухин. Он был одним из первых исследователей ярославских фресок. И он делился со школьниками своими знаниями, увлечённо открывая реалистам неизвестный мир средневековой культуры. Учитель рисования реального училища Алексей Александрович Романовский был убеждён, что дальние путешествия даст возможность молодёжи уйти от всяких соблазнов и воспитает крепких и телом, и духом людей, искренне любящих свою родину. Он мечтал, что ярославцы начнут новую эру в деле физического и нравственного воспитания русской молодёжи. В 1911 году Алексей Александрович Романовский организовал беспрецедентную пешую экскурсию в Киев, в которой приняли участие 20 мальчиков 13-14 лет. Экскурсия длиной 1200 верст продолжалась 87 дней. Она проходила по Ярославской, Московской, Смоленской и Могилёвской губернии, через Гомель и Чернигов. В архиве Ярославского художественного музея хранятся почтовые открытки реалиста Василия Работного, который их посылал своему отцу в течение всего путешествия. Подольск. 27 июня. Нас принимали за переселенцев, преступников. К нам подбежал с удивлённым лицом полицейский и спросил, что это такое. Он побежал за старшим полицейским, а тот, пришедший, послал за приставом и старостой. Нам дали мужское городское училище, в которое нам пришлось лазить в окно, потому что какая-то дуняшка, у которой был ключ, ушла в деревню и унесла ключ с собой. Гомель, 5 августа. Мы прибыли в местечко Пропоиск. Там мы осматривали израсцовый завод, купались в реке Пропе и осматривали тамошнюю церковь с очень интересной старинной живописью. В Довске нас разобрали обедать по пять человек к различным людям – к доктору, к начальнику почтового отделения и другим. В Довске мы прибыли два дня. Вчера в Гомеле мы были в театре. Мы хотели заплатить деньги, но директор театра пропустил нас бесплатно. Киев, 22 августа. Дорогой папа, вот мы и в Киеве. Исполнилась наша мечта. Киев мы увидели за 23 версты, приветствовали его громким «Ура» и поздравили друг друга с благополучно оконченным путешествием. Мы шли весело, пели песни, некоторые плясали. Удивительно тратятся деньги в дороге, незаметно. Сегодня мы собирались, чтобы сделать подарок Алексею Александровичу, я дал 50 копеек. Отец Василия, Александр Михайлович Работнов, 16 августа 1911 года, писал своему сыну в Киев. Надеюсь, что впечатления у тебя помечены в дневнике. И самому приятно тебе будет заглянуть когда-нибудь, вспоминая свое детство. Теперь ты и будешь вполне настоящий ярославец, так как наша губерния настолько прославилась своими представителями, что даже в учебниках пишут, нет ни одного уголка, где бы не было ярославца. Выдающийся ярославский педагог Константин Лаврович Студицкий, директор приюта императора Александра Третьего, на своем опыте убедился, что наказание за проступки не исправляют воспитанников, а увещевание и внушение – лишь слова. Тогда он решил поставить детей в такие жизненные условия, при которых они бы делали как можно менее проступков. В 1911 году он организовал пешую экскурсию по своей губернии. За 30 дней Студицкий и его воспитанники прошли 330 верст, побывав в шести уездных городах и осмотрев пять фабрик и заводов. Результат экскурсии настолько меня удовлетворил, писал Константин Лаврович, что я ежегодно стал ходить со своими питомцами пешком и нашел этот прием воспитания в высшей степени полезным. Статьи Студицкого, Первухина, Лепневой печатались в журнале «Русский экскурсант», который издавался в Ярославле в 1914-1917 годах. Он был посвящен школьным экскурсиям и считался лучшим в России. В «Русском экскурсанте» описывался опыт и теоретические вопросы экскурсионной работы. Журнал стал организатором туристского движения в России. Удивительную работу по организации «Досуга детей» вела общественная организация «Молодая жизнь». В ней состояло около тысячи человек, представителей разных социальных сословий. Члены общества привлекали молодежь к организации спортивных игр, экскурсии и прогулок, садово-огородным работам, фотографии, постановке спектаклей. По инициативе «Молодой жизни» в 1910-1913 годах регулярно проводились массовые выезды детей за город. Эти прогулки впечатляют количеством участников и уровнем организации. Так, 23 мая 1910 года около двух тысяч детей от 7 до 12 лет, разделенные на группы по 40 человек, отправлялись в Яковлевскую Слободу. У каждой группы свой флаг с номером, а на груди детей – розетка, как на флаге. Величественное шествие под звуки двух духовых оркестров по Семеновскому спуску направилось на паром. В Тверицах к горожанам присоединяются новые группы детей. Все тверицкие обыватели высыпали на улице. За шествием движется сороковедерная бочка с кипяченой водой. На поляне для привала с утра уже находится хозяйственная комиссия «Молодой жизни» с тремя вазами всякой снеде. Руководители групп разбирают провизию. Булки, колбасу, черный хлеб, яйца. Кипятятся самовары, на берегу разбираются кружки и чайники. После того, как дети немного побегали и позавтракали, они получают немного гостинцев, в том числе по апельсину. Затем, выстроившись группами, дети идут в обратный путь. Когда пароход подходил к пристани, тысячи гуляющих на набережной любовались величественным и редким зрелищем. Для детей из малоимущих семей общество «Молодая жизнь» создавало летние колонии, что-то наподобие наших летних лагерей в Крыму и на Кавказе. Руководитель кавказской колонии «Молодой жизни» Петр Андреевич Крицкий летом 1912 года писал в газету «Голос». 3 августа на пристани в Севастополе встретили крымскую колонию. Оживленный обмен впечатлениями, радостные восклицания братьев и сестер, неожиданно встретившихся здесь, взаимные пожелания счастливого пути». На пароходе Ялта продолжает Петр Андреевич Крицкий. Попутчиками нам оказалась чешская экскурсия студентов. Им очень понравилась наша идея устраивать смешанные колонии, то есть где и девочки, и мальчики вместе. Заинтересовались они и молодой жизнью. Студенты пели свои чешские песни. Любители из нашей колонии образовали свой хор и грянули из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой. А вот и финал этой песни. «Перед, вперед, 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 вперед!» Здравствуйте, уважаемые гости нашего сайта. Разрешите представиться. Меня зовут Сторжева Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ярославского регионального инновационно-образовательного центра «Новая школа». Мне хотелось бы рассказать вам об организации образовательной деятельности в нашем учреждении. Как известно, образование всегда являлось неотъемлемой частью развития и культуры любого общества. Особенно усиливается его значение в современном мире. Ведь от уровня образования, от качества знаний зависит наше благосостояние и наше будущее. Мы все получаем образование в школе. Основное общее или среднее общее. Но, возможно, кому-то из вас недостаточно того уровня знаний, который предусматривается школьной программой. Возможно, вы хотите узнать большее по каким-то предметам или хотите принять участие в интеллектуальных конкурсах или соревнованиях, но не знаете, как самостоятельно к ним подготовиться. Приходите к нам в «Новую школу». Мы вам обязательно поможем. «Новая школа» — это учреждение дополнительного образования. Образовательный процесс направлен на подготовку ребят к участию во Всероссийской Олимпиаде школьников, к участию в интеллектуальных конкурсах и турнирах. И все занятия направлены на углубленное изучение предметов. У нас в «Новой школе» реализуется около 50 дополнительных общеобразовательных программ по разным предметным областям. Такие предметы, как иностранный язык, английский, французский, испанский, русский язык, литература, история, общество знания, правоведение, экономика, математика, физика, биология, география, химия, экология — все эти предметы изучаются у нас в «Новой школе». При этом не повторяется школьная программа, а напротив, содержание углубляет, расширяет, дополняет и систематизирует уже полученные знания. Учебные группы, как правило, формируются из ребят одного возраста, но отдельно выделяются и группы разновозрастные, которые занимаются по программам олимпиадной подготовки. Здесь учатся ребята, нацеленные на достижение высоких результатов и на подготовку к участию в интеллектуальных состязаниях. Сроки обучения в «Новой школе» разные и зависят от выбранной программы. Срок может составлять от одного месяца до нескольких лет. Формы обучения тоже могут быть разные. Для вашего удобства мы организуем обучение в очной, очно-заочной форме, а также со временем организуем образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий. Очная форма представляет собой непосредственное присутствие и участие ребенка на занятиях. Очно-заочная форма предполагает самостоятельное изучение материала с последующим написанием контрольной работы и занятия один раз в месяц. Группы по очно-заочной форме обучения у нас по иностранному языку — это английский и французский. Также у нас организуется образовательный процесс с помощью дистанционных образовательных технологий. В «Новой школе» создан портал дистанционного обучения, который позволяет организовать учебный процесс удаленно. Здесь представлены учебные и электронные курсы по разным предметам. Это и программа олимпиадной подготовки по русскому языку, по литературе, программа по истории. Также представлены отдельные модули и брокки программ по биологии. Также есть краткосрочные электронные курсы по анатомии, истории и русскому языку. Таким образом, обучаться у нас есть возможность не только у ребят из города Ярославля, но и у ребят из других муниципальных районов Ярославской области. Кроме этого, образовательное объединение новой школы есть в Рыбинске, в Тутаеве и в Пашихонье. Учебные занятия, как правило, проходят один или два раза в неделю в зависимости от выбранной программы и в основном во второй половине дня. Однако у нас есть практика организации учебных занятий и утренние часы для ребят, которые учатся во вторую смену. В этом году у нас работала одна такая группа по математике. В новой школе проводятся не только учебные занятия по предметам. Также мы организуем различные мероприятия, и у ребят есть возможность принять участие в разных образовательных проектах, которые организует новая школа. А наши лучшие воспитанники, которые активно занимаются в течение всего учебного года, показывают хорошие достижения, высокие результаты, являются победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников на разных уровнях или других конкурсов, могут стать участниками летней образовательной школы «Олимп». Летняя образовательная школа «Олимп» организуется ежегодно на площадке одного из детских оздоровительных центров Ярославской области. Там ребята не только углубленно изучают какие-либо предметы, но и развивают свои состязательные навыки, которые в дальнейшем им пригодятся при участии в конкурсных мероприятиях. Основной педагогический состав новой школы составляют преподаватели высших учебных заведений города Ярославля, а также педагоги, которые имеют опыт работы в системе дополнительного образования. Среди наших преподавателей есть кандидаты наук, доктора наук, а также педагоги, имеющие звание почетный работник общего образования Российской Федерации и другие высокопрофессиональные специалисты. Возможно, некоторые из вас задают вопрос, а как же к нам записаться? Сделать это совсем несложно. Перечень всех реализуемых дополнительных общеобразовательных программ представлена на нашем официальном сайте в разделе «Образование». Также вы можете познакомиться с программами, которые реализуются в новой школе, на портале персонифицированного дополнительного образования. Там представлены все наши программы, они отмечены специальным логотипом новой школы. При желании вы можете ознакомиться с аннотацией и с содержанием выбранной вами дополнительной общей образовательной программы. Вся информация о программах, о порядке зачисления, о сроках приема заявлений к нам на обучение находится в разделе «Хочешь учиться в новой школе» на нашем официальном сайте. Там же вы найдете формы заявлений для зачисления и контактную информацию о методистах, курирующих образовательный процесс по разным предметным областям. Запись на 2021-2022 учебный год начнется 16 августа. Для того, чтобы к нам записаться, вам нужно заполнить соответствующую форму заявлений. Это либо заявление от родителей, которое нужно заполнить, если ребенку еще не исполнилось 14 лет, либо заявление может написать самообучающийся, если он достиг указанного возраста. Заполненное заявление необходимо предоставить по адресу улицы Некрасова, дом 58. Также вы можете оставить заявку на обучение на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области или воспользоваться услугами портала Госуслуги. Однако предварительно рекомендую проконсультироваться с нашими специалистами, курирующими образовательный процесс, для того, чтобы сделать верный выбор дополнительной общей образовательной программы. Если вам интересно узнавать что-то новое, если вы хотите узнать большее, достичь успехов в обучении, приобрести новых друзей и единомышленников, приходите к нам в новую школу. Создавайте свое будущее вместе с нами.